В одной школе Екатеринбурга устроили эксперимент и попросили всех учеников сдать отпечатки пальцев. Никто не отказался, ни дети, ни даже их родители. Оказывается, теперь, чтобы поесть учащимся, не надо иметь при себе деньги или карту, которую можно к тому же и потерять. Достаточно прикоснуться пальцем к сканеру. И в тот же момент родителям придет СМС, мол, ребенок поел, а потраченную сумму снимут с карточки. Кроме того, всемогущий палец откроет школьникам дверь в медкабинет, библиотеку и даже в кабинет директора. Об эксперименте Анастасия Дьякова. Сейчас подносим пальчик, левую руку, большой палец вот сюда, четко положи. Итак, перед второклассником Миши открывается новый мир цифровой свободы, а заодно путь к сытой жизни. Сюжет из фильмов про шпионов превратился в будни учеников 76-й Екатеринбургской школы. Теперь вся их классная жизнь по отпечатку пальца. Карточку не надо одевать, ну, то она раз, это вот так, назад закинется и потеряешь. Не искать, не копить на завтраке уже не придется. Биометрический рисунок указательного и на случай пореза большого пальца в прямая дорога к родительской банковской карте. Отмечаю нужный мне товар при помощи пальца. Его количество при определенном количестве нажатий и нажимаю принять оплату. Комплексный для начальной школы свободный выбор для старшеклассников. Обеды в столовой контролируют два компьютера и диспетчер по питанию. Раньше-то мы все это сами высчитывали, сидели. Кто, сколько, куда, как. А сейчас вот компьютер посчитал, дети пришли, посмотрели, сколько у них денег и все. А школьники получают наглядный пример, как бумажные деньги превращаются в электронные. Был бы только интернет, мобильная связь и банковская карта родителей. Необходимо всего лишь зарегистрировать свою банковскую карту, у нас система. А мы уже вот именно в тот момент, когда ребенок приложит палец к биометрической системе, сделаем безопасное списание денежных средств карты родителей. И в тот же миг папа с мамой получают смс, сколько денег потратила чада. А чуть позже в личном кабинете школьного сайта узнают, на что уходят средства. Я на процессингном портале могу посмотреть, какое было меню, что он съел, какую сумму он заплатил за это. И могу установить лимит денежный, чтобы он, скажем, мне накормил весь класс. Дочь транжира, сын-шпион или начинающий хакер. Несколько лет назад учащиеся одной из ульяновских школ без проблем взломали свои электронные дневники. Разработчики этой программы уверяют, что теперь азоэлектронных махинаций даже продвинутые дети освоить не смогут. Продуманы все ловушки, биометрические сенсоры распознают даже муляж пальца. В школьной базе хранится шаблон рисунка отпечатка пальца. Сам рисунок не хранится. То есть обратное преображение из шаблона в рисунок невозможен. Поэтому эта система автономна и отпечаток пальца действует только здесь. Кроме того, действует всемогущий палец теперь в библиотеке, медкабинете, в буфете и на входе в школу. И вроде пока все довольны. Ученики новым развлечением, родители тотальным контролем, а директор свободы от ежемесячных сборов на столовую. Анастасия Дьякова, Виктор Черногус, Владимир Тихонов, 5 канал.